В юбилейный год Владимира Высоцкого, которому исполнилось бы в этом году 80 лет, Театр Танца Рада восстановил свой спектакль «Мой Высоцкий», впервые поставленный в 2008 году и снискавший высокую оценку жюри на Международном театральном фестивале в Санкт-Петербурге. 21 апреля, то есть в предстоящую субботу, в культурном центре Линдакиви состоится последнее представление. Ну а подробнее о спектакле поговорим с его постановщиком-хореографом, художественным руководителем театра Анжелы Макаровой, а также актерами русского театра, которые задействованы в выступлении. У нас в студии Сергей Фурманюк и Дмитрий Косяков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Анжела. Ну, 10 лет прошло. Возродив сейчас спектакль, пришлось ли набирать новых участников или удалось восстановить тот старый состав? Это очень приятно, что удалось, конечно, восстановить. На 90% наш состав остался неизменным. Это здорово. А сколько актеров задействовано в постановке? Ну, 20 человек работают на сцене. Это музыканты, это артисты театра танца Рада и вот актеры русского театра. Сергей и Дима, какие роли вы исполняете? Мы никакие роли не исполняем. Мы, скажем так, мы читаем стихи. Да, это та уникальная возможность, когда можно остаться самим собой. Вот, это правильно. Но вы как более опытные актеры. Вы играете в профессиональном театре, слушаете в русском театре. У вас очень много ролей за плечами. То есть можно ли сказать, что вы в некотором смысле помогали ставить этот спектакль? Может быть, молодых актеров тоже учили каким-то своим лайфхакам, мастерству? Нет, я бы так не сказал. Скорее, Анжела Станиславовна нам помогала чисто идейно, как-то, да, вот так вот духовно. А в этом... Вот у нас Александр Дымовой тоже один из новых людей, пришедших в нашу постановку, тоже из нашего театра, актер нашего театра. Но он как-то самостоятельно разобрался, справился. Потому что это же вопрос чистой, как бы, энергии, вот что касается конкретно этого спектакля. И тут, ну, либо ты, ну, как бы подключен к этому, к этой теме, да, либо нет. Вот, и, в принципе, в этой истории я так понимаю, что все те, кто не может без этого обходиться. А вот насколько вообще могут или не могут молодые люди сегодня обходиться без Высоцкого? Как вам кажется, какую роль творчество Владимира Семеновича играет в жизни молодого поколения своего? Я думаю, что не могут в тот момент, когда они его познали. Когда еще нет этого знакомства, то, конечно, непонятно. А когда уже познали, потому что вся прелесть в том, что ребята, например, театр и танцорады, которые начинали работать в этом спектакле, им было, вдумайтесь, только от 15 до 18 лет на тот момент. А сейчас им всем уже по 30 лет. И вот 10 лет с Владимиром Семеновичем Высоцким отказаться они от него уже, конечно, не смогли. Я считаю, что и поэзия, и энергетика, и вообще все, о чем он думал и писал, это все оказывает невероятное формирование на личность в молодом возрасте. А как можно стихи Высоцкого переложить в танец? Насколько они действительно, песни Высоцкого, мелодика его песен способны и способствуют хореографии? Мне кажется, что на самом деле очень даже просто, только в силу того, что Владимир Семенович Высоцкий – это не рифмоплёдство, это серьёзного уровня поэт. И если вы коснётесь любой его песни, да, вот любая песня – это же мини-спектакль. Они невероятно образные, они невероятно насыщенные, поэтому там очень много материала для того, чтобы… Наша задача не танцевать, наша задача – рассказать историю, и при помощи энергетики внутренней, при помощи жеста, при помощи движения, при помощи глаз, раскрыть строчки, подчеркнуть, подтексты услышать там. Не знаю, как сейчас, но вот раньше в русском театре бывали такие посиделки с песнями под гитару. Насколько часто бывает такое сейчас? И если да, то как часто исполняют песни Высоцкого? Ну, очень редко исполняют песни Высоцкого. Почему? В чём причина? Ну, я не знаю. Посиделок нет. Посиделок нет, да, действительно. Театр закрыли в смысле того, что когда в театре могут они происходить? Только когда нет работы, да? Я знаю. А может быть, свободное время дома, на кухне? Нет, это-то всё есть. И там Высоцкий есть. Да, конечно. И не только он, и многие другие большие поэты, как Башлачёв, например. Всё это происходит, да. Но что касается театра, это хороший вопрос. Жалко, что нету, конечно, вот этого времени такого. Почему? Театр закрыт сейчас. Вот мы отыграли там последний спектакль, да? И вахтёр идёт на обход. И тик-тик-тик-трак, мы в домике. Всё, он закрыт, и ничего там не происходит до тех пор, пока не придёт там администратор, ну, вахтёр, и снова откроет театр для того, чтобы... Вот у Вас как всё строго. Зато, знаете, замечательно то, что театр Танцерада-то открыт, и 21 апреля покажет представление. Анжела говорит, что последнее, но может быть, всё-таки... Почему Вы так уверены, что последнее? Ну, потому что... В сезоне. Нет, я думаю, что вообще последнее, потому что все уже выросли у всех, семьи, дети, а танец – это всё-таки дело молодых. Уже когда тебе стукнет 30 лет, это очень непросто. К которому часу начнётся представление? В 18.00. А что касается посиделок, я прошу прощения, у нас бывают гастроли, и все эти посиделки происходят в автобусе, с гитарами, с песнями, вот это очень здорово. А что поёте? Вот у Вас, например, какая любимая песня Высоцкого? Высоцкого? Может, не одну парочку. Там очень много. Там очень много, ну, правда, ну, мне очень нравится... Банька? Банька, да, очень хорошая банька, мне про коней нравится песня. Ну, зато спасибо большое нашим гостям. Мы приглашаем всех на представление в культурный центр «Линда Киви». 21 апреля в субботу состоится последний спектакль «Мой Высоцкий», который поставил театр танца «Рада». У нас в гостях были актёры Сергей Фурманюк, Дмитрий Косяков, хореограф, художественный руководитель театра Анжела Макарова. А сейчас мы увидим выступление театра «Танца Рада». Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Пусть черёмухи сохнут бельём на ветру, пусть дождём опадают сирени. Всё равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным ссорит. Всё равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу, ты выйдешь ко мне осторожно? Когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова